добрый день очень классно выглядите я безумно рад вас видеть после отдыха после летних каникул мы возобновляем нашу работу мы подготовили очень большой мощный аукцион 18 сентября будут проданы более 500 лотов не пропустите это событие я начинаю свой рассказ погнали банкноты аукциона сгруппированы по следующим разделам российская империя рсфср ссср российская федерация далее следует разделы банкнот местных выпусков север северо-запад украина крым юг россии северный кавказ закавказья урал сибирь центральная азия дальний восток иностранные банкноты расположены в следующем порядке европа азия африка австралия и океания и конечно же америка предлагаем вам попробовать сбер логистику получить такое отправление можно в любом отделении сбербанка мы хотим сделать доставку лотов удобной выгодной и быстрый выбор за вами для пользователей которые выиграют на нашем аукционе хотя бы пять лотов мы проводим акцию бесплатная доставка сбер логистикой невыгодное ли предложение отказываюсь согласен теперь переходим к лотам нашего аукциона депозитные билеты коммерческого банка 1840 года это первые денежные знаки после ассигнационного обращения россии кстати именно в эти годы заложена традиция цветового оформления банкнот россии рубль желтый трешка зеленая 5 рублей синие 10 рублей красные 25 фиолетовые такая цветовая гамма сохранилась на банкнотах до самых последних выпусков ссср 1991 года сделано это в первую очередь для того чтобы облегчить различия банкнот разного достоинства у нас на аукционе представлены 3 и 5 рублей 1840 года количество известных сохранившихся экземпляров у трех рублей 33 штуки а у пяти рублей всего 34 штуки представляете какая редкость учитывая бешеный спрос на предметы российской империи стоит обратить внимание на данные лоты благовещенская городская дума начинает свою историю середины 19 века 1920 году при сибирском временном правительстве выпускаются боны номиналом 100 рублей новые купюры обеспечиваются всем городским имуществом так написано на них самих в обращение купюры так и не попали до наших дней сохранились лишь единичные свидетельства этого события на нашем аукционе представлено сразу две такие банкноты об их различиях расскажу чуть подробнее они существенно отличаются по качеству и типу печати существует мнение что экземпляр с менее четкой печатью это подделка в ущерб обращения но возникает вопрос для чего подделывать купюру которая в обращение не попала пока нет исследований на эту тему вопрос остается загадкой в пользу подлинности этого знака отмечу что они известны 1920-х годов старых коллекциях каждая купюра имеет разные номера а нумератор свою очередь сомнений не вызывает каталоге кордакова эти банкноты оценены 70 золотых марок это очень много сравнению популярная и очень дорогая банкнота 100 рублей радужка оценена всего в тридцать я стою выше тебя ты недооцениваешь мою мощь всевеликое войско донское республика на юге россии провозглашенная белым правительством осенью 1918 года выходит постановление о выпуске 5 процентных краткосрочных обязательств всего было произведено четыре выпуска с разными сроками до января до апреля июля и октября 1919 года анализ серий номеров позволяет определить количество выпущенных экземпляров так примеру банкнот номиналом 25 тысяч рублей в каждой серии выпущено было всего лишь 120 штук большинство сохранившихся экземпляров бланки акцептованные и негашенные знаки крайне редки запомните правило те предметы которые при жизни стоили дорого сейчас также представляют высокую ценность в этот раз у нас на аукционе представлено очень большое разнообразие банкнот частных выпусков российской империи гражданской войны и ранних советов когда я начинал заниматься коллекционированием я всегда поражало как примитивные простые порой некрасивые бумаги могут пользоваться таким спросом среди коллекционеров и стоит дорого со временем ко мне пришло понимание ведь за каждым предметом стоит интересная история великие события и культовые личности информации об этих банкнотах очень много я не смогу всей поделиться в рамках видео обзора поэтому приглашаю вас свой инстаграм в течение аукциона я буду рассказывать про разные выпуски частных банкнот россии очень занимательно и интересно я не понял ну очень интересно облигации государственного займа 50 рублей 1948 года с полным купонным листом прошу обратить внимание что при выдаче первый купон всегда отстригался и когда наших дней сохранился экземпляр с неотрезанным купоном остается загадкой есть несколько версий и объяснений этому предмет достался из нереализованной и не уничтоженной партии государственных займов второй вариант он был выдан каким-то предприятием или колхозом где не отрезались эти купоны ну и третья версия возможно коллекционеры в свое время раздобыли этот предмет в каком-то индивидуальном порядке без сомнения можно сказать что это особенно интересный предмет перед выпуском денег в массовое производство печатающие компании как правило изготавливают пробники с различными цветами и оформлениями дизайна практически все такие пробы хранятся в архивах и не доходят до коллекционного обращения у вас есть уникальная возможность один предмет все таки попал к нам в руки пробные армянские 10000 драм 2003 года выпущенные австрийской фирмой оу и без с изображением поэта а вы тика и саякана на фоне горы а рогатс отличаются от выпущенных в обращении денежных знаков цветом и оформлением невероятно редкий предмет для самой взыскательной коллекции ну и напоследок тоже интересные лоты 26 августа этого года в обращение поступили новые узбекские банкноты 5 и 10 тысяч сом новые прямо из печки вы можете приобрести по пачке этих банкнот у нас на аукционе вы только задумайтесь неделю назад они только поступили в обращение а сегодня они уже у нас наличие по прогнозам специалистов 2030 года большинство западных стран откажется от металлической монеты и от большинства бумажных денег ну как плейзал но а к 2060 году в мире совсем исчезнут бумажные деньги и все банкноты станут коллекционным материалом коллекционируйте с пользой это выгодная инвестиция я желаю вам успехов на нашем аукционе и классного настроения пока